Моя Америка Алексей, добрый день, здравствуйте. И меня могут остановить и заставить проходить 14-дневный карантин. Вот что значит иметь дело, дамы и господа, со штатами, в которых правят идиоты-демократы. Ну а теперь давайте перейдем к истории. Мы с вами знаем, что события последних дней и недель должны вернуть всех нас, всех, кто приехал из бывшего Советского Союза, к истории страны, с которой мы приехали. Потому что все, что происходит в эти дни в Америке, это, знаете, как мы говорили в школе, мы уже это дело проходили. Ну, например, сброшенные с пьедесталов неугодные новому режиму памятники. Ну, конечно, мы проходили это. Ну, сбросили в частности с пьедестала памятник императору Александру Третьему. Он стоял в Санкт-Петербурге на Знаменской площади перед Николаевским вокзалом. Переименование городов и улиц, площадей, всего, что можно переименовать, ну, конечно. Знаменская площадь стала площадью восстания. Николаевский вокзал стал московским вокзалом. И таких переименований только в Питере на протяжении советского режима было сотни и сотни. Запрещенные книги и политкорректная, хотя такого термина не существовала, цензура. Примеров у нас, дамы и господа, на целую библиотеку. Ну, например, изложенная Джоном Ридом хроника большевистского переворота «Десять дней, которые по тресмир». Она была изъята в конце 20-х годов и не публиковалась до 1957 года. Роман мастера Маргарита увидел свет спустя 26 лет после смерти Булгакова, только в 66-м году, причем в урезанном виде. Был запрещен роман Хемингуэя, по ком звонит колокол. Следовало забыть о существовании Зощенко и Ахматовой. Запрещенные песни, окей, стоило Иву Монтану осудить советские танки в Праге, как его задумчивый голос перестал звучать на короткой волне, и фильмы с его участием исчезли в советских экранах. Песня пел Бернес «Задумчивый голос Монтана звучит на короткой волне, никакого задумчивого голоса под веса не слышать, потому что он осудил советские танки». И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, мы бывшие граждане Советской империи, мы все, повторю еще раз, мы проходили это, но, ступая на американский берег, мы не сомневались, никогда не столкнемся с тем левоподобным. Дамы и господа, какими мы были наивными, как мы с вами заблуждались. В последние дни недели метастазы раковой опухоли тоталитаризма начинают постепенно разъедать тело Америки. Еще немыслимое вчера стало сегодня вполне приемлемым, даже в среде просвещенной части нашего общества. И, дамы и господа, история, которую я расскажу вам, она страшна не своей экстраординарностью для сегодняшней Америки, она страшна своей обычностью. Я полагаю, что каждый американец со школьным образованием осведомлен о существовании национального одюбоновского общества, National Odebon Society. Это общество названо именем Джона Джеймса Одебона. Это был выдающийся орнитолог и художник-анималист. Он автор фундаментального труда птицы Америки, «The Birds of America». Первый том этого труда увидел свет в 1827 году, последний – четвертый в 1838. Ныне у созданного в 1905 году общества не менее 500 тысяч членов. Объединяет их прежде всего любовь к птицам, ну и, конечно, забота об окружающей среде. Отделение одюбоновского общества есть во всех 50 штатах. И в каждом штате есть местные подразделения. В Северной Каролине одно из местных подразделений квартирует в городе Ашфелл. Я живу по соседству с этим городом. И начиная с 1986 года, запомните дату, начиная с 1986 года, это подразделение одюбоновского общества носило имя Элайши Митчелла. Элайша Митчелл Одюбон Сосайки. Так это общество называлось. Но если об одюбоне должен быть осведомлен, каждый, закончивший школу, американец, спросите своих детей и внуков, о Митчелле осведомлен далеко не каждый. Но вот в местах, где я живу, Митчелл не менее известен, чем одюбон известен во всей стране. И вот почему. Имя Элайши Митчелла носит самая высокая гора в Апалачах. Она находится в полутора часах езды от Ашфелла, и я бывал на ее вершине с полдюжины раз, каждый раз, когда ко мне приезжает кто-то из знакомых, мы едем в машине на вершину горы Митчелла. Высота горы 2037 метров над уровнем моря. Это высочайшая точка Соединенных Штатов к востоку от реки Миссисипи. В 1835 году эта гора, тогда ее называли Черный купол, Бэкдом, Блэкдом, она привлекла внимание профессора геологии Университета Северной Каролины Элайши Митчелла. В последующие годы он многократно исследовал эту гору. Он исследовал ее геологическое строение, растительность, животный мир, и постоянно измерял, пока не установил точной высоты. Точной высоты. И здесь он нашел свою смерть. В 1857 году он сорвался со склона. Его похоронили в Ашвилле, а на следующий год, в 1858, он перезахоронили на вершине Черного купола. И вот тогда же эту горочку назвали Маунт Митчелл. Дамы и господа, все, что я вам уже рассказал, это предисловие к обещанной мной истории. Адибоновского общества имени Элайши Митчелла уже не существует. Точнее, общество есть. Но оно осталось безымянным. Имя Митчелла убрано. Убрать имя Митчелла предложила Уитни Митчелл, дальняя родственница Элайши. Что заставило ее решиться на это? Госпожа Митчелл назвала причину в интервью Ашвилдской газете Citizen Times. Так называется наша газета. Citizen Times. Она сказала газете, что ее знаменитый предок был, цитирую, настоящим расистом. В написанной им в 1848 году книге он защищал рабовладение и добавила госпожа Митчеллу. Был рабовладельцем. По ее словам, цитирую, семья знала многое о знаменитом родственнике, но этого не знала. И вот теперь эта дама пришла к выводу, что имени Митчелла не место в названии общества. И придя к этому мнению, она изложила свое мнение в письме Нэнси Кейси. Госпожа Кейси, она возглавляет Адибоновское общество имени Элайши Митчелла. Вот что написала ей Уитни Митчелл. «Будучи белой женщиной, страстной любительницей птиц и потомком Элайши, имя которого носит общество, я хочу привлечь внимание к тому, что он был рабовладельцем». Окей, реакция госпожи Кейси, она изложила эту реакцию в газете, в интервью той же газете. «Я была ошарашена, как если бы на меня свалилась тонна кирпичей. Я осознала, что не могу возглавлять организацию, которая носит имя человека, защищавшего рабовладение». И вот, получив послание родственницы Митчелл, госпожа Кейси стала обзванивать членов Совета директоров организации, и все они, все 15, пришли единогласно к решению немедленно убрать имя Элайши Митчелла из названия общества. Исполнительный директор Адибоновского общества всего штата Северной Каролины Эндрю Хатсон, он одобрил это решение. Напомню, Ашвиллское подразделение Адибоновского общества получило имя Элайши Митчелла в 1986 году. В этот год его дальняя родственница и руководители общества должны были бы, наверное, знать, что Митчелл был рабовладельцем. И вот почему. Они обязаны были это знать не позднее 1996 года. Я утверждаю это со стопроцентной уверенностью, потому что в 1879 году издательство университета Северная Каролина приступило и в 96-м закончило публикацию словаря биографии Дикшонари оф Нов Каролайна биографис. Вот что говорится в словаре о биографии Митчелла. Я цитирую. В вопросе о рабстве он поддерживал точку зрения южан. Вскоре после приезда в Чапелл-Хилл он приобрел рабов. Я предполагаю, но не утверждаю, что этот факт биографии Митчелла мог смутить и руководителей Ашвиллского подразделения Адибоновского общества, но в то время на чаши весов здравого смысла, подчеркиваю, на чаши весов здравого смысла перевесили другие факты. Вот другие факты из биографии Митчелла. Ему было 25 лет. Он выпускник Ельского университета. И в 25 лет выпускник Ельского университета Элаише Митчелл приехал в Чапелл-Хилл, там находится университет Северной Каролины. Приехал в 1818 году, стал профессором математики и философии. В последующие годы он преподавал геологию, минералогию, химию. Параллельно с университетской работой он занимался геологической съемкой Северной Каролины и он составил геологическую карту всего штата. Он ратовал за всеобщее образование и активно поддерживал штатный налог для финансирования паблик школ, общественных школ. Он был отцом четырех детей. Четырех дочерей, семи детей. Четырех дочерей, трех сыновей. И он был пропагандистом, инициатором образования женщин. Он поддерживал женщин-учителей. Он основал в университете научный журнал, и этот журнал остается по сей день. Это самый долговечный в истории нашей страны научный журнал. И вот что интересно. Будучи, плюс ко всему, он был пастором, он принимал деятельное участие в движении трезвенников. В 80-е и 90-е годы 20-го столетия, в прошлое столетие, было, наверное, трудно, невозможно найти кого-либо, кто возражал бы против присвоения имени Эйлайши Митчелла подразделению Одибоновского общества. Но это было время, дамы и господа, далекое от президентства Барака Обамы, далекое от рождения российского движения «Жизнь черных важнее», далекое от сбрасывания с пьедесталов памятников деятелей конфедерации и весьма далекое от всеамериканского помешательства, вызванного смертью черного рецидивиста Джорджа Флойда. Итак, имя Эйлайши Митчелла убрано из названия Ашвеллского подразделения Одибоновского общества. Вопрос, как быть с названием высочайшей в Палачах горы? Дамы и господа, я не ставлю этим вопросом точку в своей передаче. Вас ждет не менее интересное продолжение, потому что эта история не может ограничиться именем Эйлайши Митчелла. Из этой истории нельзя выкинуть имя Джона Джеймса Одюбона. Итак, имя Митчелла носит только гора в Северной Каролине. Больше ничего. Имя Одюбона мы с вами встретим в десятках мест многих штатов. В Нью-Джерсии, Пенсильвании есть поселение, в Нью-Йорке есть авеню. Я ездил по этой авеню, когда я был водителем такси. Есть парки в Луиз-Вилле Мемфисе в Новом Орлеане. Есть автострады, есть мосты, есть школы. Велик перечень всего, что носит имя выдающегося орнитолога и выдающегося художника-анималиста. Ну, дамы и господа, Джон Джеймс Одибон был не только рабовладельцем, он был и работорговцем. В биографии Одибона много белых пятен. В частности, биографы не пришли к единому мнению о его матери. Известно, он родился в 1785 году во французской колонии Сан-Доминго, ныне это Гаидни. Его отцом был военно-морской офицер, француз Жан Одибон. Он владел на этом острове сахарной плантацией. Вопрос о матери остается открытым. Определенно известно одно. Матерью не была Анна Майан Одибон, на которой Жан женился до того, как обзавелся плантацией в Сан-Доминго. Согласно одним биографам Одибона, матерью была Жанна Рабин, незамужняя француженка, которая жила на том же острове. Другие биографы не сомневаются, его родила одна из черных рабынь, владельца плантации. Эти биографы обращают в частности внимание на цвет кожи Одибона. Даже в зимние холода он был загорелым. Итак, при рождении Одибона назвали Жаном. В 1794 году отец и его законная жена официально усыновили мальчика и он стал называться Жан Жак Фужер. Спустя 9 лет, в 1803 году, отец помог сыну отправиться за океан, чтобы избежать призыва в армию, но в то время Наполеон воевал в Европе чуть ли не повсюду, мальчика могли призвать в армию и папа отправил Жан Жака Фужера в Америку и Жан Жак Фужер стал Джоном Джеймсом. 18-летний Одибон приехал в Америку не на пустое место. В середине 90-х годов отец продал сахарную плантацию на острове и купил 284 акра земли в Пенсильвании 284 неплохая территория да, дамы и господа? Территория неподалеку от Филадельфии на берегу Атлантического океана. Земля была богата свинцом и бизнес обещал стать прибыльным но к этому времени Одибон интересовался только птичками. В 1805 году то есть через два года после приезда в Америку он продал согласие папы всю землю продал вместе с рудником и домом и он перебрался в Кентаке где вскоре счастливо женился. О богатой приключениями жизни Джона Джеймса Адибона повествуют биографии этих биографий много. Некоторые авторы вообще не касаются темы Адибон рабовладеется. Те кто касается ограничиваются несколькими фразами. И вот такое невнимание к теме оправдано. Адибон интересен прежде всего как орнитолог, как художник, автор всемирно известного труда птицы Америки. Все остальное дело десятое, сотое. Обсуждать его биография к тему рабовладения столь же неуместно, как обсуждать тему Пушкин крепостник в биографиях гениального поэта. И поверьте мне, дамы и господа, на слово. Еще месяц полтора назад я бы не взялся за эту тему, но вот когда имя Митчева вычеркнули из названия подразделения Адибоновского общества в городе Ашвили, я понял, ненавидящую Америку армия белых образованцев и черной шпаны рано или поздно доберется и до Адибона. Это и убедило меня в необходимости познакомить вас с некоторыми темными фактами биографии Адибона. Итак, Адибон владел в течение нескольких лет землей и рудником. И у него было девять чернокожих рабов, он называл их слугами. Женщины работали по дому, ухаживали за садом, копались в огороде, мужчины охотились, рыбачили в Атлантике, один был управляющим на руднике, чернокожие слуги освободили хозяина отдел насущных и предоставили ему возможность заниматься любимым делом птичками. Перед переездом в Луисвилл, это самый большой город в штате Кентакки, Адибон продал своих рабов и купил вместе с партнером Жаном Розье, это американец с французскими корнями, они купили универсальный магазин General Store в Луисвилле. Магазин торговал всем, что находило спрос, в том числе магазин торговал и рабами. Город Луисвилл, мы с вами знаем географию, находится на реке Огайо, Огайо впадает в реку Миссисипи, и Луисвилл был главным портом между Питтсбургом и Новым Орлеаном, и здесь находился крупнейший в регионе рынок рабов. Вопрос, был ли Адюбон лично вовлечен в работорговлю? Вероятно, он уделял больше внимания птичкам, переложив заботы о бизнесе на плечи партнера. Вероятно, но до того, как в 1811 году Адюбон расстался с Розье, продав свою долю в бизнесе, ему тоже принадлежал голос в торговых сделках. В следующие несколько лет Адюбон он торговал землей и рабами, а в 1819 году обанкротился, угодил в долговую тюрьму, выйдя из нее, занялся исключительно любимым делом. Он путешествовал по штатам Миссисипи, Алабаме, Флориде, искал невиданных ранее птиц, он постоянно оказывался на плантациях с черными рабами. Его любимая жена Люси часто жила с детьми в усадьбах богатых плантаторов. Она учила там своих детей, учила хозяйских, она поддерживала мужа заработком. Адюбон не сумел найти в Америке издателя для своей рукописи и рисунков, и в 1826 году отправился на Британские острова. В городе Эдинбурге, это столица Шотландии, он нашел издателя, и здесь в 1827 году вышел из печати первый том исследования птицы Америки. Это была монументальная работа. 435 иллюстраций. Каждая иллюстрация размером 39 на 26 дюймов. Каждая иллюстрация. Стоимость издания достигла 115 тысяч долларов. На сегодняшние деньги более двух миллионов. Помог король Георг IV. Он был любителем птиц и лично содействовал изданию. В 1829 году Агибон вернулся в Америку в лучах славы. Впереди была не обремененная денежными заботами жизнь. Он продолжал искать, исследовать и рисовать птиц до 1948 года. Когда появились первые признаки потери памяти, спустя три года в 1851 он скончался в своем Манхэттенском доме. Агибона похоронили на кладбище Троицкой церкви. Это в Манхэттене у пересечения 155 улицы и Бродвее. Здесь ему установили памятник. Два вопроса, дамы и господа. Долго ли осталось стоять памятнику Джона Джеймса Агибона в Манхэттене? Вопрос Долго ли еще быть могилей Элайши Митчелла на вершине горы Митчелл? Прежде чем поставить точку и передать демо передать микрофон рекламе, я хочу сослаться на письмо, которое я получил в связи со своей книгой. Письмо написано английским языком, потому что пишет его человек, которого я не знаю, узнал только по письму, американец, для которого родной язык английский, но он знает русский, поэтому он читает мою книгу. В частности, он пишет, я перевожу, я многое знал об американской истории, о президентах и особенно о президентах Франклин Дерани Рузвельте и Джонни Феджеральди Кеннеди. Изучая американскую историю в школах и колледжах, я не знал о уроне, который Рузвельт причинил экономике и всей стране. Ваша книга прекрасно заполняет пробел в моем образовании. Перед тем, как я читал вашу книгу, я был уверен, что в покушении на Джона Кеннеди участвовало несколько спортсменов. Человек. И я не верил официальному сообщению. Ваша книга полностью заставила меня поверить на сто процентов, что был один единственный покушавшийся Ли Харви Освальд. И дамы и господа, мне приятно получать такие письма. Я получаю достаточно много письма тех, кто читает мою книжку «Тень проклятия Текумсен с Белым домом». И вы прекрасно знаете, чтобы заказать эту книжку, вы должны написать на мой имельный адрес, имельный адрес, я повторю, один, циферкой один, машаорлов at gmail.com Вы мне пишите на этот адрес, сообщайте свой домашний адрес, и я пишу вам имельку о том, как вы можете купить эту книжку. И вот на этом я ставлю точку, будет небольшой перерыв на рекламу, после рекламы я вернусь к вам, не покидайте волну нашего радио. Итак, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка», номер телефона в студии 847-400-5200, а у нас есть первый звонок, Алексей, предлагаю принять. Добрый день, вы в эфире. Я хочу задать один короткий вопрос. Пожалуйста. Были ли среди черных рабовладельцы, имевшие черных рабов? Ответ прост. Сотни черных рабовладельцев имели рабов. Это узнать очень легко, никакого секрета нет. Мы с вами знаем, что согласно Конституции каждые 10 лет проводится цензус. Это исследование каждого из нас, сколько людей живет в стране. Значит, в свое время вопросники было черные или белые, имеешь ли рабов или не имеешь ли рабов. Поэтому по данным, например, я не полагаю 100% на память. По данным опроса 1860-го года это последний опрос перед гражданской войной. Я не помню точную цифру, но я ручаюсь. Если вы хотите точную цифру, я ее буду знать в следующей передаче. Были тысячи черных рабовладельцев, у некоторых были по одному два черных раба, у некоторых были десятки, у единиц были сотни. Безусловно, черные рабовладельцы существовали. Существовали всегда. Окей, прекрасный вопрос. Спасибо большое, принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. У меня короткий вопрос. Вот этот указ Трампа о наказании за нападение до памятника в 10 лет, он реально будет исполняться, или это так? Окей, вопрос хороший. Во-первых, вопрос касается исключительно памятников, которые стоят на федеральной, на земле, которая принадлежит федеральному правительству. В частности, в городе Вашингтоне. Город Вашингтон у нас так и называется округ Колумбия. Это федеральный округ, в котором находится столица нашей страны Вашингтон. Вся земля в округе Колумбия принадлежит, насколько я понимаю, если не вся, то большинство земли принадлежит федеральному правительству, и значит на этой земле правительство может принимать соответствующие меры. Что касается по всей стране, мне бы хотелось верить, чтобы этот указ будет не просто болтовнёй, а чтобы он применялся. Будет ли он применялся, я не знаю. Кстати, интересная деталь, дамы и господа. Но вы знаете, что происходит в Сиэтле, да? Ну мы все с вами знаем, нам показывает телевидение. В Сиэтле стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину. Это человек, который организовал в России, и не только в России, в бывшей царской империи, российской, организовал, где только мог, контрационные лагеря, где топил баржи, по его приказу топили баржи с людьми, где слово «Агарсиять» было одним из его любимых словечек, и этому человеку в городе Сиэтле стоит памятник. Вот такие дела. Памятник Вашингтону, но-но-но-но, Джетерсону, но-но-но, памятник Ленину всегда, пожалуйста. Следующий, пожалуйста, вопрос. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Спасибо, Алексей, за передачу. Вопрос такой. Имеет ли право президент Соединенных Штатов без разрешения мэров, губернаторов вводить войска в соответствующие города и штаты? Есть ли такое право? Спасибо. Есть закон, принятый, если мне не изменяет память. Мы о нем с вами говорили 2-3 недели назад. Закон 1807 года. Этот закон позволяет президенту Соединенных Штатов вводить войска вне зависимости от того, нравится ли это губернатору, нравится ли это мэру. Два примера из истории, хорошо известные. Дуайт Эйзенхаур, республиканец, вел войска, если мне не изменяет память, в штат Алабама или Южная Каролина, я точно не помню, по-моему, в штат Алабама, вел войска для того, чтобы защитить черных. Это было сделано вопреки губернатору-демократу. Вскоре, в 1963 году, президент Джон Кеннеди ввел войска в Литл-Рок, в столицу Арканзаса, с той же целью защитить черных вопреки воле. Его однопартийца мэра Литл-Рока и, вопреки воле, его однопартийца губернатора штата Арканзаса. Таким образом, у президента есть это право. Конечно, закон 1807 года это позволяет. Спасибо большое. Следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. У меня и вопрос, и комментарий. Значит, первый вопрос. Известная, так сказать, представительница активная такая, Энн Коутер, выдвинула предложение переименовать Ельский университет. В связи с тем, что Ель когда-то был этот человек работорговцем. Он сделал состояние огромное. Окей, окей, окей. Вопрос, ваш вопрос. Подождите, вот вопрос, что вы знаете про это и как вы комментируете? Я знаю очень много. Я знаю, я об этом рассказывал. Три года назад Ельский университет постановил снять имя Джона Келхуна с одного из общежитий. Джон Келхун был выпускником Ельского университета, но он был южанином из Южной Каролины. Он был защитником работорговли и рабовладения. Значит, три года назад его имя было убрано с одного из зданий Ельского университета и тогда же, я тогда не вел передачи на Чикагском радио, тогда же я напомнил всем, не дожидаясь Энн Коутер, за три года за нее, что Ельский университет назван именем человека, который был работорговцем. Это общеизвестный факт каждому, кто хочет это знать. Ваш вопрос. Вопрос, а почему же они не хотят переименовывать эти демократы? Сколько вам лет? Вам что, 10 лет? 15? Послушайте, подождите секунду. Почему вы же даете глупые вопросы? Глупые вопросы. Они переименовать будут то, что они хотят. Они могут переименовать Джефферсона, потому что им не нравится. Если они захотят, они переименуют Ельский университет, и Ельский университет заканчивали супруги Клинтона. Они не могут назвать университет имени супругов Клинтонов. Они все могут. Не задавайте вопросы, на которые вы сами знаете ответ. Следующий, пожалуйста. Спасибо, что вы подождали. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Алексей, у нас в Нью-Йорке памятник Ленина стоял несколько лет на крыше. На крыше я знаю. Конечно, я видел прекрасно. Да, его уже убрали оттуда. Вот такой вопрос. Во-первых, в Нью-Йорке стоял такой, скажем, ну, как бы вам сказать, любительского сочинения памятник. В Сиэтле стоит на земле. Вполне солидная фигура. Не такая, как была на крыше. Это, по-моему, дом был на Хаустон-стрит, если мне не изменяет память. Я прекрасно помню этот памятник. В Сиэтле совершенно другой памятник. Цветы уложены, почитают светландские большевики. И я хотел сказать какое-то слово, которое не могу употреблять по радио. Они почитают большевика Ленину, но им не нравится масон Вашингтон. Вот так скажем. Спасибо за вопрос. Да-да, говорите, пожалуйста, говорите. Подождите, я еще не закончу. Дело в том, что вот за всеми этими событиями, сносами памятников, вообще погромные, стоят, как известно, наши демократы. Они же там контролируют всю эту ситуацию. Вот за сносами этих памятников, переименование этих улиц, площадей и так далее. Что последует за этим? Эти же улицы, памятники будут установлены? Я бы хотел приберечь ответ на через неделю. Дамы и господа, цель демократов создать однопартийное государство. Окей, это не будет Советский Союз, это не будет нацистская Германия, будет существовать республиканская партия, еще какие-то партии. Но власть будет однопартийной. А при однопартийной власти вы можете делать все, что угодно. Понимаете? Абсолютно. Вот, например, госпожа, которая губернатора в штате Мичиган, да? Вот ей предоставилась возможность руководить. Но она делает все, что угодно. Понимаете? Во время этого карантина. Она может запретить, например, какой-то компании стричь травку у соседа, потому что стричь травку у соседа тоже, это есть, можно заболеть. Ну, бред полный. Значит, создание однопартийного государства – это цель демократической партии. Вот вам мой ответ. Спасибо. Следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Я прошу меня не отключать. Почему? Мария, вы меня извините, но здесь, к сожалению, диктуете условия не вы. Поэтому, пожалуйста, не надо нам диктовать условия и говорить, что делать, что не делать. Прошу вас, Алексей, давайте примем следующий звонок. Алло, добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Человек не дождался. Anyway, пока народ набирает номер телефона, Алексей, такой вот вопрос интересный. Как вы считаете, вот в Сиэтле народ решил дать такой зазыв, чтобы мэр города Сиэтл ушла с поста? Она это очень спокойно пропустила, но никто почему-то не пошел и не подал заявку на ее импичмент. То есть, вы считаете, что вот такая мэр, как Сиэтла, такая мэр, как в Чикаго, в Иллюной, это люди, которые не подлежат закону? Толя, все очень просто. Я буду говорить, скажем, о Сиэтле. Чикаго немножко в стороне, так сказать, уже Чикаго, Сиэтл – белый город. Значит, уйдет эта дама, абсолютная, ну как сказать, чтобы я мог по радио сказать, как бы мне ее назвать. Нет, я даже не знаю. Дама, так и назовем. Да, потому что, как я хочу назвать, ну на ее место придет точно такая же или точно такой же. Нет, вот тут… Какое значение имеет, это совершенно левый город. Ну вы подвергнете ее импичменту, я не знаю, возможно это или нет. Но будет избран совершенно такой же по взглядам человек, левый. Поэтому какой смысл менять одну дуреху на вторую дуреху? Вот, Алексей, вот в этом все, в этом есть вопрос. Вы считаете, что они наступят на те же грабли, несмотря на то, что… Слушай, Толя, это левый город. Это левый город. Вообще, у них другого мэра по взглядам, по идеологии быть просто-напросто сегодня не может. Это совершенно другой город. Поэтому им не нужно наступать ни на какие грабли, так сказать. А это левый город, с левыми политиками, левым городским советом, там все. Они имеют того мэра, который они заслуживают. Если эту тетку уберут, то на ее место придет точно такая же тетка или точно такой же дядька. Какой смысл менять? Все, я понял. То есть шило на мыло менять нет смысла? Нет, никакого нет, конечно. Понятно. Ну потому что, вот почему я задал вопрос и по поводу мэров Чикаго тоже, потому что, я не знаю, слышали вы или нет, при том, что у нас был один из самых-самых кровавых выходных в истории вообще нашего города, оказывается, совет нашего графства Кук, Кук Каунти, одно из самых больших графств в Америке, приняли решение о том, чтобы defund the police и перевести деньги на нужды социальных работ. Значит, я не знаю, у вас как покупается оружие, с трудом или нет? Значит, при такой ситуации, наши граждане должны быть вооружены, потому что, если их не защищает полиция, они должны защищать сами себя. Да, ну я просто такого маразма в своей жизни вообще не слышал. Соль, это только начало. Да, да, да. Позвольте, позвольте демократам получить большинство и в Сенате, и в Палате представителей, и чтобы Камала Харьев стала президентом Соединенных Штатов, мы еще не такое увидим. Готовьтесь, готовьтесь. Да. Ну, на этой замечательной ноте я даю вам ваше слово. Пожалуйста, расскажите нам что-нибудь интересное, веселое. Интересное следующее, дамы и господа, о чем мы будем с вами говорить через неделю? Значит, меня привлекло внимание, я читатель Нью-Йорк Таймс, подробнее читатель. Ну, я как правду читал всегда внимательно, так я читаю внимательно Нью-Йорк Таймс, потому что я исходю из того, что врагов нужно знать. Вот мое внимание привлекла редакционная статья, передо мной она лежит, 20 июня, совсем недавно. Это ДОП, Defense Monuments of Traitor, то есть республиканская партия защищает монументы, защищает памятники предателям. Значит, эта газета, умудренная, называет предателями конфедератов. Вот на эту тему мы будем говорить через неделю. Причем я, поскольку у меня есть время, я даже вам расскажу одну интересную историю. Вскоре после поражения южан был арестован Джепперсон Дэвис, это президент конфедерации. Ну, его заточили, естественно, посадили в тюрягу, навесили 500 замков, и его обвинили в Traitor, что он предателен. Должен был быть суд. Джефферсон Дэвис ратовал за то, чтобы был суд. Но суда не было. Его под залог отпустили, и его не судили за то, что за предательство. Вопрос почему? Ответ на этот вопрос очень простой. Потому что, если бы дело дошло до судебного процесса, то в ходе судебного процесса выяснилось, что каждый американский штат имел право, конституционное право на выход из состава Союза. Таким образом, 13 штатов, южных штатов, которые создали конфедерацию, их руководители, они никакого предательства по отношению к Союзу не допустили. Они занялись тем, что разрешала Конституция Соединенных Штатов. И вот через неделю мы очень подробно будем говорить на эту тему. Я заранее жду вопрос от этой женщины, которая начинает мне говорить, что написала Энн Коутер. В Беливби я знаю историю не хуже госпожи Коутер. Она тоже задаст какой-нибудь такой вопрос, на который мне трудно будет ответить спокойно. Я надеюсь, что она не будет вмешиваться и требовать, чтобы ей предоставили эфирное время. Вот так, Толя. Ну, будем надеяться. Но у нас еще есть пару минут. Я бы очень хотел, чтобы вы еще раз напомнили нашим радиослушателям, тем, которые еще не успели или не знали, во-первых, что есть такая книга, во-вторых, где ее достать. Пожалуйста, Алексей. Окей, дамы и господа, книга называется так. «Тень проклятия Текумсе над Белым домом». Ее можно купить не только у меня. Вы ее можете купить на Amazon.com, на Lulu.com, на Barnes & Noble.com, но там вам, там с вас возьмут, она там стоит 15 долларов, но будет еще налог на покупку и за пересылку. У меня она стоит 20 долларов, плюс вы получаете книжку с автографом. Что нужно сделать, чтобы заказать эту книжку? Нужно написать на мой имельный адрес. Мой имельный адрес такой, один, цифрой один, Маша Орлов, M-A-S-H-A-O-R-L-O-V, собаченца gmail.com, onemashaorlov.com, вы пишите мне на этот адрес, называете свой адрес, и я вам сообщаю условия покупки этой книги. Все, вы присылаете мне чек 20 долларов, я получаю этот чек, и на следующий день отпускаю вам книжки, отправляю вам книжки с автографами. Дамы и господа, готовятся это папы и мамы, и дедушки и бабушки. Готовится книжка эта на английском языке. И я думаю, что вашим одураченным в школах и университетам детям, которые по той или иной причине не читают на русском языке, моя дочка не читает по-русски, она прекрасно говорит по-русски, но она не читает. И у нас многие, кстати, дети и внуки. Вам будет полезно, я считаю, очень приобрести эту книжку для своих детей и внуков. Толя, это и для всех детей и внуков, не только для радиослушателей. Да, 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 да. Я ваш тонкий намек понял, и я, кстати, я огромный, просто действительно я вам очень благодарен за эту книгу. Во-первых, интересное чтение, во-вторых, интересная речь, в-третьих, обалденное оформление обложки. Вот честно, я вам об этом сказал еще раньше, мне очень-очень... Это издание, это издательство находится в Чикаго. Да. Они делают прекрасные книжки, эту обложку сделали они. Я, кстати, когда увидел обложку, я сказал Семену, он, руководитель этого издательства, что эту книжку будут покупать не для того, чтобы читать Орлова, а для того, чтобы рассматривать обложку. Сто процентов, потому что первое впечатление, когда я увидел эту книгу, это, конечно, очень-очень впечатляет, здорово. Графика сумасшедшая, поэтому вы, конечно, молодец, и ваши издатели тоже. И вам удачи в распространении этой книги, ну и, может быть, нам повезет еще на одну книжку. Окей. Я надеюсь. Все, Лешка, будьте здоровы, всего хорошего. Дамы, господа, будьте здоровы в условиях всемирного карантина. Да-да-да. Бай-бай. Редактор субтитров А.Семкин